Это программа День с Толком, студия Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Бросил машину в кустах и убежал в лес. В Барнауле ищут мужчину, который насмерть сбил ребенка. Цифра, которая заменит бумагу. Объясняем, что такое цифровой паспорт, как он будет выглядеть и в чем его удобство. А была ли гибель в парке Изумрудный? Рассказали, что на самом деле происходит с рыбами в пруду. Итак, сегодня в Борзовой заимке насмерть избили ребенка. Трагедия случилась на улице Радужная. Предварительно установлено, что водитель совершал обгон на пешеходном переходе и выехал навстречу. Семилетняя девочка в это время переходила дорогу по этому переходу, рядом вела велосипед. Водитель с места происшествия скрылся. В соцсетях появилась ориентировка на мужчину. Очевидцы происшествия сообщают, что после ДТП он пересел на Белую Ниву и уехал домой во Власиху. Девочка от удара скончалась на месте происшествия. ГИБДД ведет поиск водителя. Отопительный сезон в Барнауле стартует 21 сентября. Об этом сегодня заявили в администрации города. Теплоносителям уже заполнили магистральные, внутриквартальные сети и одну пятую часть многоквартирных домов. Во многих социально значимых объектах тепло уже появилось. Среди них 20 школ, 7 учреждений дополнительного образования, 48 детских садов, 45 учреждений здравоохранения. В мэрии напомнили, если после 21 числа отопления так и не будет, жильцам необходимо обратиться в ТСЖ, управляющую компанию или в диспетчерскую администрацию своего района. К другой теме. Жители одного из домов в Барнауле никак не могут смириться с запахом канализации. Аромат стоит в подвале, в подъездах, в квартирах, на нижних этажах. Все это происходит на улице Новоугольной, куда сегодня отправилась наша съемочная группа. Подвал многоквартирного дома, улица Новоугольная, 24. Зловонный запах отходов, фекалий, сырости внутри этого дома и около него явно преобладает над цветочными ароматами. Я живу в этом доме, живу уже много лет. У меня здесь дети родились, выросли. Но вот этот запах такой, ну неприятный, тошнотворный, он присутствует. И я думаю, тут уже не только я один, а другие люди жаловались на него. Ну как бы ВОЗ и ныне там. Управляющие компании менялись, проблема оставалась неизменной, подчеркивают жильцы. Мы заселились в дом, у нас все было хорошо в 90-х годах. Где-то, знаете, в конце 90-го года, приблизительно, я так грубо скажу, 90-го года, и началась такая проблема. Засоряется мы, просим приехать, приезжает, что-то поковыряется и опять уходит. А как было бы в этом году, не так и идет. Неприятный запах. Подвал, по словам жильцов, источает уже полтора месяца. Старше попадет, ну по дому я. Она их б***я постоянно. Ну вот и, конечно, ругаемся, все. Сейчас пятиэтажка находится под управлением компании «Город». УК советует жильцам самим бережнее относиться к своему имуществу. Люди заготовки делают, чего мы только не достаем с канализации. Ладно, кто-то, бабушка, дедушка там моют полтряпку родили, пол с ним. Но у нас же и перец, и арбузы, и дыни, и котята, чего только в канализации нет. Теперь ждем, вот сейчас закончат, к первому, к десятому октября это, начнется новогодний, будем ждать праздники. Там будут винегреты, оливье, все вот это. Но все же основная проблема – переполненные магистральные колодцы, которые необходимо чистить регулярно, подчеркивает Михаил Гиндин. Заявки ресурсовикам отправляются своевременно, а работы по откачке помпой большей части отходов уже провели. Продухи открыты, сейчас, значит, все это проветрится. Потом мы это все будем, лепешки, как из-под коров, вот это все, что засохнет, будем чистить. А потом еще, то есть, вызывать и дезинфекцию. А пока жильцы вынуждены нюхать прекрасный аромат и надеяться, что вскоре смогут вздохнуть полной грудью. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком. В России вводят цифровые паспорта. Президент страны подписал указ о порядке использования цифрового удостоверения вместо бумажного. Отмечается, что такие паспорта вводят для удобства. К примеру, цифровой паспорт можно будет предъявить в банке или полиции. На самом деле, такой паспорт – это профиль человека на госуслугах, открытый в телефоне. Получить цифровое удостоверение можно будет с помощью мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Тот, кто будет проверять документы гражданина, должен отсканировать его QR-код с помощью портала госуслуг. Цифровое удостоверение планируется использовать вместо бумажных документов лишь в отдельных бытовых случаях. Каких еще предстоит определить. Ну и переживать не стоит. Бумажный паспорт никто отменять не собирается. Его можно будет предъявлять без ограничений. Больше миллиона жителей края в ближайшее время должны получить уведомления на оплату имущественных налогов. Рассылка только стартовала. В документах будут указаны начисления за 22-й год и реквизиты для оплаты налога. Специалисты налоговой службы сообщают, что 60% уведомлений поступят в бумажном виде. 40% у нас будут выгружены в личные кабинеты налогоплательщика, которые есть на сайте ФНС России, либо в личные кабинеты на портале госуслуг. Если налоговые уведомления до 1 ноября не поступят или поступят с некорректными данными, нужно обратиться в налоговую инспекцию. Все имущественные налоги гражданам необходимо оплатить до 1 декабря. Со 2 числа на сумму будет начисляться пение. И если плательщик будет тянуть с оплатой, то ему поступят требования о погашении либо в бумажном виде, либо в электронном. Если и в этом случае просьба налоговой службы не будет услышана, то тогда уже пойдет совместная работа с судебными приставами края, и вплоть до взыскания либо ареста имущества должника. К другим темам. Результаты очевидны. Уже несколько лет в Алтайском крае работает региональный центр помощи больным с хронической сердечной недостаточностью. Работает он на базе кардиоцентра, а в нескольких городах края созданы специальные кабинеты для сердечников. В следующем сюжете расскажем, как пациенты, которые раньше даже не могли встать с кровати, сегодня управляют КАМАЗами, занимаются спортом. Слово Татьяне Голубевой. Павловская районная больница обслуживает 36 тысяч человек. И среди них достаточно людей с хронической сердечной недостаточностью. Пережившие инфаркт или операции на сердце обязательно приходят на прием в кабинет ХСН. Кому-то он показан раз в три месяца, кому-то реже или чаще. Нам рассказали, что это не просто кабинет, а это целая система работы. Это участие и работа нескольких специалистов. И врача-кардиолога, и медсестры, которые с ним принимают. Это и амбулаторно-поликлиническое звено, это участковые терапевты, фельдшера, фапов. Это лаборатория, где проводятся определенные анализы именно для пациентов с данной патологией. Это функциональная диагностика, не логические исследования. Что называется от и до анализа и КГ-сатурация. Пациентов с болезнями сердца наблюдают пристально. В случае необходимости отправляют в кардиоцентр или консультируются с его специалистами. Чаще всего пациенты этого кабинета – люди возрастные после инфарктов. Многие с лишним весом. Но есть и молодые мужчины, которым едва исполнилось 30. Больные у нас поступают либо после выписки стационаров на дальшее долечивание, либо самообращением приходят, либо у нас терапевты направляют. По стандартам должны приходить раз в три месяца наблюдаться. Если какие-то ухудшения в самочувствии, одышка усиливается, отеки появляются, приходят раньше. Телефон свой оставляем. Если что-то им не нравится, они созваниваются со мной. Корректируем лечение, записываем на прием. Два талона в расписании у нас есть для больных. Иногда у меня давление прыгает. Поговоримся, и она мне подскажет, что надо попить. Назначить, когда прийти. Хорошо. Нина Александровна – очень хороший доктор. Николай Воропаев перенес инфаркт в 2017-м. Сейчас наблюдаются в кабинете ХСН два раза в год. Чувствуют себя хорошо. Летом ездят на велосипеде, зимой на лыжах. Да и всем советуют вести здоровый образ жизни, чтобы избежать проблем с сердцем. Кстати, по данным медиков, благодаря появлению такого кабинета в Павловской ЦРБ, ситуация в районе стала меняться к лучшему. Больных с хронической сердечной недостаточностью стали чаще выявлять и пролечивать, тем самым уменьшая риск госпитализации с инфарктами и другими болезнями сердечно-сосудистой системы. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. Двое подозреваемых задержаны алтайскими сотрудниками МВД во время профилактической операции «Канал Перехват». Цель операции – выявить пути провоза контрабанды психотропных веществ, а также оружия и взрывчатки. Теперь преступникам грозит до 20 лет по статье о сбыте наркотиков. Всего в рамках мероприятия сотрудники МВД совместно с пограничным управлением ФСБ проверили 25 поездов, 40 автобусов. Также проверка прошла на 80 авиарейсах. Кроме того, транспортные полицейские досмотрели около 3000 человек. А далее к истории, которая вызвала общественный резонанс в соцсетях. Массовой гибели рыб в парке «Зумрудный» не было и нет. Об этом заявил директор парка Владислав Вакаев. Недавно барнаульцы заметили в воде мертвую рыбу. Напомним, летом в пруд «Зумрудного» запустили около 200 годовалых декоративных карпов. У нас действительно две рыбки погибли, но есть подозрение, что это не те рыбы, которые мы запускали в начале сезона, а их недавно, меньше месяца назад, запустили сюда в пруд из аквариума. То есть у людей в аквариуме не жили, тоже карпы коя, выросли большие, хорошие. Их привезли, торжественно сюда запустили. Но есть подозрение, что это они, потому что крупные были рыбки, и что они, может быть, всю жизнь прожив в аквариуме, они не смогли акклиматизироваться. Карпов закупили в специализированном питомнике и подготовили к выпуску в пруд. Адаптация заняла около месяца. С 10-15 сантиметров они выросли до 15-30. Кормить карпа надо специализированным кормом. То есть вот у нас такой корм вот есть, можно приобрести здесь, прямо возле пруда. И, соответственно, это там специальный, который применяется в питомниках и так дальше, то есть сбалансированный и так далее. Люди, конечно, кидают хлеб, там еще что-то, да, то есть это неправильно, это нежелательно. Кстати, могли эти рыбки погибнуть и от неправильного корма. Добавим, к середине октября понизят уровень воды в пруду. Дирекция парка продумывает способ отлова рыб и работает над поиском временного жилья на период зимовки. Очки виртуальной реальности, кресла-качалки и книги для геймеров. В Новоалтайске открылась вторая библиотека нового поколения. На ее переоборудование было потрачено около 9 миллионов рублей. Данил Кузнецов все расскажет и покажет ему слово. Совершенно новый формат библиотеки реализуется по всей России в рамках национального проекта «Культура» и разрушает привычные стереотипы. Центральная городская библиотека имени Мерзликина в Новоалтайске действительно меняет представление об устоявшихся канонах подобного вида учреждений. Здесь можно не только почитать, но и, к примеру, покачаться, поработать за компьютером или и вовсе побывать в виртуальной реальности. В общем, все для молодежи. Мне вот было интересно отметить, это данные по итогам предыдущего года, что из прироста читателей значительный процент, более 30% составили именно молодые люди в возрасте до 35 лет. Поэтому да, молодежь читает. Ну, чаще, наверное, читают дети, молодежь студенческого возраста и, конечно, люди, которые уже не так загружены работой. Фон здесь тоже обновили, докупив более тысячи новых изданий. Среди них есть, к примеру, книги для геймеров. Для некоторых жанров организовали даже отдельную комнату 3F. Факты – фэнтези-фантастика. Другая интересная особенность – это освещение. Торшеры и люстры выполнены в необычных формах. И не только приковывают взгляд, но и создают для него максимально мягкий и комфортный свет. Принципиально наша фишка и принципиально наше такое желание – у нас нет хранений. У нас вся литература, абсолютно вся, находится в доступности для читателей. То есть библиотека нацелена на то, что практически все можно взять домой. В Новоалтайске – это уже вторая библиотека нового поколения, сделанная в рамках нацпроекта «Культура». На ее переоборудование было выделено свыше 9 миллионов рублей. Пять – из федерального бюджета и четыре – из городского. Оно того стоило, считают постоянные читатели, которых здесь более 7 тысяч. У меня было ощущение, как будто бы я попала в машину времени, как в научно-фантастических фильмах, и из советской эпохи вдруг переносишься в современный мир. Ощущение было… Я помню, когда гуляешь по улице Москвы, и вдруг заходишь в какое-нибудь помещение. И вот здесь было точно то же самое чувство, когда ты гуляешь по Новоалтайску, а здесь вдруг заходишь и оказываешься как будто где-то в Питере или в Москве. Всего библиотек нового поколения созданных по нацпроекту «Культура» в крае 6. И еще два подобных обновленных учреждения появятся по региональной программе в Первомайском и Зональном районах уже до конца года. Даню Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле состоялась масштабная спартакиада энергетиков Алтая. Футбол, волейбол на песке, настольный теннис, стрельба эстафета и даже перетягивание каната. Более 130 человек сразились за первенство лучшей спортивной энергетической компании. Как прошли соревнования и чем удивляли гостей и спортсменов, смотрите далее. Мощная энергия сконцентрировалась на территории лыжной базы «Локомотив». 11-я спартакиада энергетиков Алтая собрала 6 команд, спортсменов, а также гостей и болельщиков со всего края. В этом году мы являемся организаторами праздника. Хорошая преемственность, хорошее начало. Я лично, как директор, 11 раз принимаю участие в этом мероприятии. Идея была такая. Все мы конкурентны на рынке, все мы разные. Но все в целом, и СГК, и Алтая энергосбыты, и Россия, и ФСК, и все энергетические, которые есть на субъекте, представляли один Алтайский край. Энергию добра, созидание спорта собрать воедино. Два дня активной жизни. История спартакиады началась в 2011 году по инициативе руководства Алтая энергосбыта. С тех пор мероприятия проводят ежегодно, кроме периода пандемии. В этом сезоне соревнования впервые прошли на открытом воздухе. Впечатления только положительные. Готовы на все 100%. Хочется получить максимум от этого мероприятия. Конкуренция есть, конкуренция здоровая. Мы боремся каждый год. Мы очень давно вместе играем, занимаемся мини-футболом. Мы уже на протяжении 10 лет, основной наш костяк команды, так скажем, участвует в спартакиадах. Поэтому мы настроены побеждать. Атмосфера праздничная вообще, потому что очень все масштабно, очень все весело. Все друг друга знают. Атмосфера, конечно, просто семейная, можно сказать. 11-я спартакиада принесла нововведения, которые станут традиционными, как поднятие флага и зажжение огня. Маскот спартакиады «Лампочка» торжественно передала свои полномочия энергичному хаске. Также у спартакиады появился и свой гимн. Для энергетиков края спартакиады всегда важное событие, потому что они особое внимание этому уделяют. Ведь что такое спорт, что такое спартакиада? Это команда образования. Они пообщались эти два дня, зарядились энергией, появились новые знакомые. Вот именно для этого и проводятся такие мероприятия. Чтобы дух спортивный переходил в дух рабочих, в дух энергетиков, ну и работалось эффективнее. В общекомандном зачете третье место занял западно-сибирский филиал сибирской генерирующей компании. Вторыми стали спортсмены «Алтай Энерго». И впервые победителем стала команда «Алтай Край Энерго». Эстафету организации следующей спартакиады «Алтай Край Энерго» передало группе компании СГК. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Выезжать за пределы региона не нужно. Увидеть лучшие спектакли страны можно в Барнауле в течение этой недели. На «Алтай» стартовал Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Напомним, фестиваль в память о нашем земляке проходит с 2014 года с периодичностью раз в несколько лет. Почему стоит посетить хотя бы одну из постановок, знает Валентина Аскерова. Это пятый фестиваль. Пятый. Позируют на камеру, заигрывают со зрителем и ни на секунду не выходят из образов. Молодежный театр «Алтая» вновь ярко встречает гостей. Зрителей и участников юбилейного пятого Всероссийского театрального фестиваля. Праздник – важное событие в театральном мире. Его организовали спустя полгода после смерти выдающегося актера, режиссера, нашего земляка Валерия Золотухина. Мы кричим фестиваль! Обширная география участников, особенные театральные постановки. На протяжении недели зрители увидят 12 спектаклей. Их специально на фестиваль привезли региональные театры из Челябинска, Нижнего Тагила, Кемерово, Новосибирска, Барнаула и других городов. Такие замечательные спектакли они к нам привезли. Разные режиссеры, разные артисты. Я всегда говорю, что фестивальная неделя – это уникальный случай. Не выходя, не выезжая из Барнаула, познакомиться с творчеством, таким громадным творчеством разных коллективов из разных городов. Зрители смотрят и наслаждаются. Жюри смотрит и профессионально оценивает. Ведь им выбирать самую захватывающую постановку и вручать главный приз – гран-при фестиваля. Появляются имена, появляются театры, появляются спектакли, которые достойны, не знаю, столиц. И поэтому, конечно, в предвкушении. И для меня большая честь, что я вот в жюри, буду журить. Я посмотрел программу фестиваля и понял, что я недаром приехал. Я увижу много интересного, а езжу я для того, чтобы медленнее стареть. И надо двигаться, надо смотреть, надо смотреть, что делают новые люди, молодежь, новые театры. И как старые развиваются. Звездный час по местному времени Нягинского театра юного зрителя. Эту постановку зрители увидели вчера в молодежном театре. Впереди еще пять дней, когда можно забыть о рутинных делах, прийти в театр, удобно расположиться в кресле и погрузиться в совершенно другой мир – в мир театральной магии. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Таковы итоги этого дня. Подробнее о погоде узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Напоминаю, что вы можете обращаться к нам в редакцию и рассказывать о том, что вас волнует. Телефон редакции 205-545. До встречи в эфире! Продолжение следует...